Особое мнение на 101FM Вы также можете успеть задать вопрос через форму анонсов на сайте эхокирова.ру Сегодня мне хотелось бы часть программы посвятить законопроекту об общественном контроле, который приняли на минувшем пленарном заседании в первом чтении. Но одно но. Очень хотел высказаться по поводу этого законопроекта секретарь общественной палаты Дмитрий Курдюмов. Он, собственно, и собирался изначально прийти к нам в эфир, но ситуация служебная у него сложилась таким образом, что не смог. Но я надеюсь, что сейчас режиссер подключит нам Дмитрий Александрович, и мы все-таки чуть-чуть послушаем секретаря общественной палаты именно по этому вопросу. Алло. Алло. Алло, Дмитрий Александрович, добрый день. Собственно, по законопроекту об общественном контроле, не будем дело в долгий ящик откладывать и отвлекать вас, хотелось бы, чтобы разъяснили слушателям, вот законопроект принят. Что под собой подразумевает вообще общественный контроль, кто и что сейчас будет контролировать, и как в этом могут ли как-то принять участие те люди, кто считает себя активной частью общества? Да, давайте попробуем немножко разложить все по полочкам. 21 июля был принят закон об общественном контроле в Кировской области в первом чтении. Надо сказать, что этому предшествовала достаточно детальная, кропотливая работа, и подготовка этого проекта закона у нас началась в декабре 2015 года. Основной объем работы был сделан общественной палатой Кировской области. Этот законопроект был подготовлен на основании 212 федерального закона об основах общественного контроля. Но это единственный федеральный закон, который регламентировает проведение общественного контроля. Еще у нас принят федеральный закон 183 о региональных общественных палатах, который регламентирует общественный контроль в части субъекта общественного контроля региональной общественной палаты. Я сейчас попробую говорить попроще, понимаю, что очень сложно. Что же такое общественный контроль? Сразу хочу сказать, что пока отсутствие принятого окончательно закона об общественном контроле в Кировской области дает возможность проводить общественный контроль на основании федерального закона. Номер 112 СССР, что в общем-то мы и делаем, как вы знаете, проводя общественный контроль пока в направлении ремонта дорожного покрытия. Федеральный закон предусматривает необходимость и возможность регламентирования субъектов Российской Федерации в следующих отношениях в рамках закона субъектов общественного контроля. Это порядок участия в общественных советах при органах государственной власти в Кировской области в осуществлении общественного контроля. Это порядок организации деятельности общественных инспекций, групп общественного контроля, региональных общественных инспекций, региональных групп общественного контроля. То есть, я перебью... Проекты закона достаточно, да. То есть, вот эти структуры, они будут созданы или это уже что-то работающее? Вот эти инспекции все общественные? Они создаются субъектов общественного контроля для проведения, ну, скажем так, проверки, либо мониторинга, либо экспертизы какого-то определенного направления. Надо сказать, что существует, ну, пять основных форм, написанных в законе федеральном об общественном контроле. Но, скажем так, действенных, это три, это общественный мониторинг, это общественная проверка, общественная экспертиза. Мы занимаемся общественной проверкой. Все-таки, что такое общественный контроль, нужно сказать, да? Потому что даже не все те субъекты общественного контроля, которых мы проверяем, не до конца понимают, что это и как это происходит. Но, прежде всего, давайте пытаемся разобраться с этим понятием. Под общественным контролем понимается деятельность субъектов общественного контроля. Один из них – региональная общественная палата или палата Кировской области. Деятельность, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций. Это ответ на вопрос для тех, кто считает, что государственные и муниципальные организации в рамках общественного контроля проверять, в общем-то, мы не можем. На самом деле можем и иногда обязаны. Также иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельная публичная полномочия. А также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. Так что, как вы понимаете, охват общественного контроля, то есть охват объекта достаточно велик. Но в то же время нужно отметить, и это было отмечено на круглом столе, о применении общественного контроля Российской Федерации, который проходил в Совете Федерации пару месяцев назад, что процесс, в общем-то, проходит в становление. И сразу и хочется сказать, что в федеральном законе, ну, простыми словами, не все в порядке. Есть некие, скажем, неурегулированные моменты, отсутствует понимание того, как взаимодействуют между собой. Есть понятие инициаторы общественного контроля. Дальше есть понятие организатор общественного контроля. Есть понятие субъект общественного контроля. Понятие объект общественного контроля отсутствует, но, в общем-то, мы пытаемся его ввести нашим региональным законом. Существует большой вопрос, а каким образом участвуют граждане и осуществления общественного контроля. Вот это, наверное, основной вопрос, который всех интересует. Граждане могут участвовать в проведении общественного контроля в тех организационных структурах общественных инспекций, группах общественного контроля в качестве общественных инспекторов или общественных экспертов. То есть для этого все равно нужно будет обратиться в палату? Безусловно. Но, опять же, достаточно серьезный вопрос, а каким образом граждане могут инициировать процедуру проведения общественного контроля? Вот тут, в проекте закона Кировской области, мы пытаемся вот этот момент учесть, и наша задача будет сохранить его, чтобы он стоял во втором чтении, о том, что граждане могут быть инициаторами общественного контроля, группа граждан. Это статья 20, это сбор фактов и документирование сведений, предшествующих проведению общественного контроля. Вот, наверное, достаточно сложно на слух это воспринимается, но на сегодняшний день это уже работающая модель. Надо сказать, что мы после того, как подготовили законопроект, нам пришлось немножко его даже до внесения в рамках заказной инициативы, которую мы получили, как вы знаете, немножко его доработать с точки зрения практического применения. Мы отработали его на мероприятиях по общественному контролю в форме общественной проверки за ремонтом дорожного покрытия, но, естественно, этот проект не закончен и продолжается. И сейчас мы после проведения, скажем, общественных обсуждений будем принимать решение о проведении общественного контроля в сфере ремонта многоквартирных домов, капитального ремонта. Но это достаточно сложная и актуальная тема. Я думаю, что вот сегодня вы можете ее раскрыть. И последний момент. Вот сейчас между чтениями какая будет работа вестись, что необходимо дополнить, скорректировать в документе? Вот на этом этапе нам предстоит еще раз получить заключение прокуратуры, Минюста, хотя тот законопроект, который мы вносили, безусловно, он проходил согласование, мы его дорабатывали с учетом этих замечаний. Я уже вижу сейчас, ну, скажем, такие косметические доработки, которые необходимо сделать в некоторых статьях. Затем очень важный момент – это обнародование результатов общественного контроля. И здесь средством массовой информации, ну, даже федеральным законом, выделяется одна из основных ролей. Есть статья, так называемая, 26-я, это определение обнародования результатов общественного контроля, это федеральный закон. Так вот, там написано, что в этом участвуют средства массовой информации, они обязаны представлять итоговые результаты общественного контроля средств массовой информации. То есть эти моменты все будут учтены? Да, эти моменты будут доработаны. Все понятно. Дмитрий Александрович, спасибо большое, что вышли на связь, пояснили нам принципиальные моменты, а дальше мы продолжим уже с вашим коллегой Сергеем Николаевичем Улитиным. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Сергей Николаевич, мы, собственно, с вами продолжим, но продолжим после буквально минутной рекламной паузы. Особое мнение на 101FM. Да, есть такой известный, достаточно известный специалист Вячеслав Гриб. Он принимал участие в гражданском форуме в Кирове в 2015 году. И вот именно на том достаточно большом обсуждении вот этого закона, фактически Кировской области, он договорились о том, что мы будем писать местный закон, и более того, он поможет нам и методически, и какими-то своими мнениями. По крайней мере, такое взаимодействие шло, и оно точно было на пользу. По крайней мере, мы говорили о том, что мы постараемся написать такой закон в Кировской области, который был бы, ну, если не образцом, то точно примером для подражания для других регионов. Потому что очень многие регионы пока не имеют регионального закона такого, что, как сказал Дмитрий Александрович, по большому счету не страшно, потому что есть федеральный закон. Региональный, он хорош чем? Там учитывается какая-то специфика, какие-то местные особенности, именно поэтому многие законы имеют свои такие местные с региональной особенностью. Ну, а в Кирове какие вот такие особенности пришлось учесть? А поскольку он практически один из первых, поэтому, ну, вот то, что мы говорили, это особенности публикации, отчеты, вот какие-то вещи обсуждали как раз инструменты работы, участие граждан. Наверное, вот эти особенности, ну, вот они такие вот, казалось бы, штрихи, но они существенно влияют именно на право применения. Ведь очень часто, ну, нет, наверное, не очень часто, а бывают такие законы, которые в них написано, то все правильно, а применить их практически невозможно или, по крайней мере, проконтролировать. Ну, вот этот законопроект, на Ваш взгляд, можно будет применять на практике? То есть появятся у общества какие-то реальные рычаги давления на власть? Именно через этот законопроект? Этот законопроект... Я считаю, что основное достоинство этого законопроекта в том, что он прописывает правила игры. То есть вот все знают, что, допустим, чиновников и полицейских можно снимать, когда они при исполнении, потому что так написано в законе. И здесь, по большому счету, то же самое. Если раньше, в общем-то, в разговорах оказывалось, что люди, предполагая, что общественный контроль, это вот я пошел куда-то посмотрел, где-то что-то написал, врываюсь в кабинет, а я вот провожу общественный контроль, то, конечно, этот закон расставляет все на свои места. И с точки зрения ответственности, ведь мы очень часто говорим об ответственности тех людей, которые пытаются проводить какие-то контрольные вещи. И раздел отчета — это как раз одно из очень важных вещей, потому что если ты взялся что-то проконтролировать, то если тебе стало на полупути неинтересно, ты не можешь это бросить, как минимум ты должен отчитаться. То есть вот такая формализация, она, казалось бы, усложняет все процессы. И я, честно говоря, не очень этому рад, с одной стороны, но с другой стороны оно позволяет двигаться все в правильном русле. Потому что, представляете, вот, допустим, вот вы сидите чиновник, и мы соберемся в пятером, и без этого закона, заходя к вам в кабинет почи, просто замордуем вас. А вот сейчас какая будет схема? То есть вот я, например, не член общественной палаты Кировской области, но мне стало известно о каких-то нарушениях в условном министерстве, департаменте, например, правительства. То есть я приду в общественную палату, мне что скажут, что вот у нас есть какая-то группа, или ее нужно будет создать? Вы можете инициировать эту процедуру, лучше, если будет эта группа граждан или какое-то общественное объединение. Да, открываете закон, читаете, что вам нужно сделать. Прийти, написать заявление, инициировать, там принято решение. Но это же все равно не так. Вот этот законопроект не дает же мне права без предупреждения прийти в правительство, распахнуть двери министерства и сказать так, господа, проверочка. То есть это тоже как-то правила-то игры не такие. Конечно, мы про это и говорим, что ворваться в кабинет чиновника и сказать, вот давай-ка сейчас я тебя начинаю контролировать, ведь об этом-то речи идет, что экстремизм в любых формах плох, и это вот такой, слава богу, нечасто встречающийся экстремизм, это тоже нехорошо. Все должно быть вдумчиво. Люди, в конце концов, работают. Давайте предполагать, что они работают в большинстве своем хорошо, и, соответственно, не надо мешать им работать. То есть здесь, как в любом деле, главное не перегнуть палку. То есть работа должна вестись параллельно. Грубо говоря, они продолжат работу, а общественные контролеры будут параллельно выполнять свои какие-то функции. Ну и обратите внимание, вот Дмитрий Александрович, я не знаю, насколько для рядового слушателя, не обладающего юридическим образованием, однозначное понимание там субъектов, законно объекта закона, то, что для любого юриста это азбука, и с этого не начинают, это очень важно. Потому что еще, когда гражданский форум был, я сказал, что вот мы, Центр общественного контроля в сфере ЖКХ, по большому счету мы не попадаем под действия этого закона со своими общественными движениями и действиями. Потому что в качестве вот как раз субъекты это кто? Вот в рамках того, что мы сейчас говорим. Объекты это кого? Так вот, с точки зрения закона, наших-то объектов там нет. Мы взаимодействуем с управляющими компаниями, с ресурсно-набжающими организациями, ТСЖ. Это все не попадает под тот перечень объектов, которые прописаны этим законом. Ну, то есть они вот должны конкретно в законопроекте через запятую или там с новой строки должны быть указаны. Да, так они и есть. И их, по большому счету, они написаны очень коротко, но вполне однозначно. Это, в общем-то, государственные органы. То есть я, например, как директор управляющей компании, частной управляющей компании, всегда могу сказать, знаете, ребята, я под действие вашего закона не попадаю, так? Да, да, абсолютно верно. Вот мы сейчас по этой модели пойдем по фонду капитального ремонта, и именно потому, что это уже как раз та форма организации, которая попадает под модель этого закона. И, по большому счету, когда мы с Грибом на эту тему разговариваем, да, действительно выпадает вот этот процесс, но он как-то будет дальше регулироваться. Ну вот если говорить о капитальном ремонте, ну, из всей сферы ЖКХ выделять его, то есть насколько он сейчас нуждается вот в общественном контроле? Я считаю, что очень необходима как раз роль общественности на этапе становления. Что у нас происходит? Мы, по большому счету, вкатываемся только в программу, которая на 30 лет вперед, а второй год мы пока еще нащупываем те эффективные механизмы взаимодействия. Если мы говорим по прошлому году, благодаря нашим выездам мы увидели некоторые предложения, которые фонд капитального ремонта реализовал. Это и с точки зрения конкурсных процедур, проведения конкурсов, работы с подрядчиками. Как ни странно, мы второй год подряд говорим, чтобы фонд капитального ремонта усиливал информационную работу по информированию собственников в тех домах, в которых проводится фонд капитального ремонта, о том, что планируется делать, когда планируется делать. То есть, это все есть на сайте, это есть все в интернете, но по какой-то причине люди, с ними начинаешь разговаривать, они не знают, где это посмотреть, не знают, попадает ли их дом. И это плохо. Плохо, потому что есть реальные возможности, во-первых, внести изменения в программу. Если у вас, например, есть ремонт фасада, а у вас бежит крыша, то, конечно, такие вещи можно скорректировать. Программа составлялась, ну, представьте, вот за один год, по большому счету, сформировали областную программу, куда попали все дома. Это сумасшедшее количество. Не все, кто подавал информацию, поступили добросовестно, и поэтому закон, в том числе Кировской области, он подразумевает, что программу можно менять. И это очень важно. И самое главное, это нельзя сделать с точки зрения фонда капитального ремонта, это делают те люди, которые стоят на земле, что называется. Это управляющие компании, как представители собственника, и, собственно, сами жители, которые должны взять и подсмотреть. Мы в прошлом году дублировали информацию фонда капитального ремонта о том, что, друзья, торопитесь, у вас остался один месяц, если вы включены на 16-й год, пожалуйста, если вас не устраивает, соберитесь, примите решение и измените вид работы. Ну, вот, к слову об информировании, да, я сейчас хотела вот об этом моменте сказать. Вот вы сейчас эту фразу произнесли достаточно понятно. То есть, вот если бы людям в платежке было написано вот так вот, возможно, внимания к этому было бы больше. Но потом, потому что обычно вот эта вот информация, она поступает в каком виде? Как раз вот в виде этих нагромождений, юридических терминов, длинных предложений, да, кто-то, возможно, сильно заинтересован, он попытался во всем этом разобраться. Но большинство людей, я вот думаю, они как смотрят, так, три слова, четыре, все, я уже дальше не могу разобраться, все, до свидания. А потом, оказывается, что мы вам говорили, вы не среагировали, не прочитали. Вот если бы там черным по белому было написано, что если вы сейчас не среагируете, то будут те работы, которые будут, если вы их не измените, возможно, это играло бы свою роль. И, к слову, об общественном контроле, тут ведь тоже получается, что те проверки, которые проводила общественная палата, у вас все равно в штате и люди, и юристы, и те, кто связан с ЖКХ напрямую, то есть тоже какие-то тонкости есть. А сам человек вот здесь какую роль может сыграть? Вот нет ни юридического образования, не знаю, там родственники в управляющей компании не работают, я не знаю там всех тонкостей, как это вся система функционирует. Тут как общественный контроль может быть осуществлен? На что, то есть просто какие-то вещи, на которые ты обращаешь внимание? вопрос абсолютно верный, потому что действительно мы встречаемся с ситуациями, когда старшими по домам по большому счету прикрываются хитрые подрядчики, которые говорят, а какие к нам вопросы? Вот старший подписал, находим старшего, женщина, она говорит, ну, вы меня поймите, пожалуйста. Меня позвали, сказали, смотрите, видишь, крыша блестит новая, вижу, подписывай, мы сделали, и я, говорит, подписываю, потому что ваши нормативы, а что должно было быть, в каких процентах поменено, а сколько вылет должен быть железа и прочее, а должны ли быть сливы, а должны ли быть снегозадерживающие устройства? Вы мне, ребят, про это не рассказываете, я все равно про это не понимаю, я педагог. И поэтому, когда раздаются призывы со стороны властей, со стороны руководства фонда капремонта, что нужно, вы сами должны за этим следить, да, я должна за этим следить, но я правда, я при всем желании не смогу понять, качественно мне отремонтировали крышу или нет. И вот если она в данный конкретный момент не протекает, ну, я подумаю, что, ну, наверное, качественно. А что там дальше, что, возможно, там использовали дешевые материалы, какие-то заменители, кто-то на этом, деньги-то куда-то половина ведь могла уйти не туда. И? Тут-то как быть? Как осуществить этот общественный контроль людям неподготовленным? Смотрите, в общественной палате этот механизм наработан. У нас, кроме членов общественной палаты, существует институт экспертов общественной палаты. Я просто к тому, что у нас очень любят общество обвинять в какой-то инертности, что люди не делают то, люди не хотят следить за тем, за этим, упуская зачастую тот иногда момент, что люди просто в чем-то некомпетентны. И здесь вот общественная палата должна выступать как некий посредник или как соединить-то людей и власть через этот законопроект, через какой-то новый документ, чтобы это работало. Ну вот как раз закон позволяет по большому счету сформировать некий институт помощи вот тем общественникам, которые не организованы. у нас сейчас вообще потихоньку формируется слой общественников, которые достаточно опытные, которые все это знают и понимают, в какие двери заходить, как письма писать. Есть просто инициативные граждане, которые вот в какой-то момент приняли для себя решение, что им эта тема не безразлична. Вот они действительно, они, не обладая практическим опытом, становятся перед ситуацией, а что собственно делать. Как раз вот этот закон и говорит, вы откройте, почитайте, придите в палату, в палате люди, которые уже все ошибки эти шишки свои набили, как раз на этапе подачи заявки, на этапе формирования люди-то посмотрят и скажут, ага, вот вам здесь бы лучше экспертов, вот, например, группа по дорогам, да, то есть вот это же сколько всех нормативов надо знать, чтобы прийти проверить. Понятно, что когда снег, вернее, в лужу кладут, кладут асфальт, это сразу понятно, что нехорошо, а когда пограничные, а сколько высота слоя должна быть, а как там, вот, спорили по количеству битв между слоями. Действительно, здесь законно говорит, есть модель, можно привлекать экспертов, и по крайней мере, мы в сфере ЖКХ у себя этим постоянно пользуемся. По крайней мере, последние поездки наши по фондам капитального ремонта мы приезжаем и видим, у нас есть специалисты, где-то материалы заменены, и более того, у нас был круглый стол недавно. Мы по итогам круглого стола, по крайней мере, в фонд капитального ремонта направили несколько предложений. Одно из наших предложений это то, что недопустимо замена. Сергей Николаевич, я вас перебью, у нас еще одна рекламная пауза, а потом мы поговорим о работе именно с фондом капремонта. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире особое мнение. Дарья Тепузлива, в гостях у меня сегодня Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля ЖКХ при Общественной палате Кировской области. До рекламы мы начали говорить о взаимодействии с фондом капитального ремонта. Насколько я понимаю, тут недавно у вас прошел круглый стол. Удалось ли по каким-то вопросам прийти к взаимопониманию? Потому что не так давно у нас в эфире был Павел Сысоев, руководитель фонда. И он напоминал о проблеме, я не знаю, как это корректно тоже назвать, с юридической точки зрения, что не всегда специалисты могут проникнуть в помещение, так сказать, чтобы оценить какой-то фронт работ. Были какие-то предложены варианты? Ну, круглый стол был очень интересный и по большому счету я ожидал, что собственники начнут как-то свою позицию высказывать. Но столкнулись две позиции. Позиция подрядчиков, которые выиграли подряды и, в общем-то, хотят сделать эти работы максимально быстро и качественно, надеюсь. И управляющие компаний, которые говорят, ну, мы в стороне, нас это не интересует. Проблема в чем? Проблема в том, что есть такие виды работ, в которых вынуждены проводить работы в квартире. Например, замена стояков холодного водоснабжения, горячего, канализации. И мы уже столкнулись и еще весной на доме по улице профсоюзной мы говорили фонду, что неправильно. И когда мы считаем, что капитально поменяли систему водоснабжения, но при этом в 30% квартир люди вас не пустили, вы взяли заявление, что против и больше к этому дому не подходите. Проблема продолжается и здесь надо отметить, что фонд капитального ремонта поступил максимально честно в Кировской области, в отличие от других регионов. Он взял действительно все виды работ, которые только возможны на разных домах и где какие попали, ведь и стояки тоже надо менять. И он, в отличие от других регионов, где просто взяли лифты и начали менять только лифты. Вот это точно никого в квартиры не надо попадать, никаких проблем с этим нет. Лифт не зависит от погоды, его можно делать круглый год, стоимость его дорогая. И поэтому там, конечно, с одной стороны, если смотреть по цифрам освоения и по хлопотам, Кировская область проигрывает, зато, ну, наверное, мы все равно вынуждены набивать шишки для того, чтобы это делать. В лоб эта проблема решается плохо. В лоб она решается каким образом? подрядчик обращается в суд в связи с тем, что ему препятствуют к выполнению работ, а общее домовое имущество жителей обязан допускать. Суд выигрывает на сторону подрядчика, обязывает пустить в квартиру. То есть это длительный процесс просто? Это очень не быстро. И у нас последнее наше предложение следующим образом звучит. Вот эти работы по замене стояков, видите, у нас кроме стояков есть еще подвал, где работают очень много. Эти замены стояков теоретически можно делать в рамках текущего ремонта, и мы фонду предлагаем пусть где-таки то есть во-первых на этом этапе пока выстраивается судебная практика, потом это все просто быстрее пойдет, поменять в каком-то объеме такие виды работ на другие, которые не требуют доступа в жилые помещения, а для практики взять несколько домов и обкатать вот какую модель. Если собственники на собрании принимают решение, что стояки они сделают за свой счет в рамках текущего ремонта, такое решение можно принимать, это не противоречит законодательству, то оставлять только ремонт в подвале, замена там труб, какой-то арматуры и приборов учета, и тогда такой конфликт будет исчерпан. и мы считаем, что это нормально, вот на этом этапе это точно решение проблемы, потому что у всех свои сроки, у подрядчиков сроки за неисполнение пенни, штрафы, в общем, игра получается не очень интересная. А то, что вот люди, когда соглашаются на выполнение определенного рода работы, ведь там, наверное, прописано, что должны будут вестись работы в квартирах, в том числе, и вот то, что они потом не пускают, это какой-то опять конфликт законов или что? То есть, с одной стороны, нет права проникать в чужое помещение? Почему? Просто подрядчики искренне надеялись, что управляющие компании будут заинтересованы в обеспечении доступа в квартиры, а... А к слову, тут управляющие компании так и не проявляют никакого рвения по части капремонта? Ну, вы знаете, очень разные управляющие компании, всех под одну гребенку чесать нельзя, но в большинстве своем, конечно, нет. Вот странно, потому что вроде бы вот у тебя сделают капитально что-то, отремонтируют крышу или, допустим, систему отопления, ты понимаешь, что ни протечек, ничего вообще там водят, то есть, из своего же кармана потом не будешь нести какие-то санкции за протечки, за восстановление какое-то, но тем не менее, вот мы видим массово, что управляющие компании в стране, жители, как ни странно, в стране, мы уже говорили, отчасти люди считают, что все равно они там ничего не поймут и поэтому не принимают участие, отчасти они не знают, хотя закон впрямую говорит, что должны висеть уведомления, причем сперва проходят проектировщики, потом уже начинается выполнение работ и как ни странно, вот уже таблички стали другого качества делать, не просто бумажки и все равно их срывают, люди не видят, но надо понимать, что таблички, даже таблички стоят денег и их невозможно каждый день, каждую неделю обновлять для того, чтобы была информация. Это плохо, но еще одна тема, о которой вот сейчас мы с фоном обсуждали и нас начала беспокоить в прошлом году, мы этого не видели, потому что другие виды работ были, это попытка подрядчикам заменить оборудование более дорогостоящее, более качественное, так правильнее сказать, на упрощенные варианты. Конечно, они говорят, да, вы у нас посмотрите, мы же смету подадим с этим оборудованием, у вас останутся сэкономленные деньги, но вот дома от того, что у него остались сэкономленные деньги, которые ему не достанутся. Ну то есть люди хотя бы об этом предупреждают? Нет, людей это не предупреждают, это предупреждает фонд капитального ремонта по факту, и наша позиция, что мы против таких замен, потому что если устройство могло бы отработать качественное 20 лет, допустим, менее качественное за полцены, понятно, что оно проработает лет 15-10, а капитальный ремонт, он все равно имеет свою цикличность, и поэтому мы фонду выразили беспокойство, это попало в резолюцию, и они сказали, что они точно этим вопросом в ближайшее время будут заниматься и эти вопросы отрабатывать. А управляющие компании, насколько я помню, если правильно помню, какой-то пункт про капремонт даже включили в рейтинг управляющих компаний? Это наша рекомендация следующая, мы не включили его в рейтинг управляющих компаний, это было бы неправильно, но мы будем информировать как раз циклический Сверосквартал информацию фонда капитального ремонта о том, как управляющие компании проявляют активность в участии в работе по капитальному ремонту. Вот это важно. Люди должны знать, является ли управляющая компания в этом плане помощником жителям. Посмотрим, вот тут сколько... Наверное, уже в третьем квартале такая информация появится, по итогам третьего квартала. Посмотрим, как ее формировать, чтобы информация, по крайней мере, была еще и... Ну, то есть это своего рода ознакомительная, можно сказать, информация, но каждый на ус намотал, грубо говоря. Конечно, конечно. У нас же этот постоянный рейтинг корректируется, и всегда хочется сюда очень много показателей включить, в том числе задолженности по налогам. Пенсионный фонд приходил к нам специально, говорит, а давайте мы отдельно включим задолженность перед пенсионным фондом, но перегружать такой рейтинг тоже, наверное, было бы неправильно. Мне кажется, потом невозможно будет просто составить ввиду того, что много факторов будут играть. Им пользоваться будет неудобно, потому что какие-то факторы, которые незначимы, все равно надо отбрасывать. Да, мы пробили, что налоговая нагрузка и задолженность перед ресурсниками сейчас учитываются, это действительно важно. Вот представляете, вот к вам приходит управляющая компания, у которой там задолженность перед ресурсниками ну, на полгода. Ну, наверное, вы подумаете, надо ли к ним обращаться, или они ваши деньги тоже не будут платить. Такие вещи нужны, рейтинги, люди все смотрят, все чаще смотрят. Я знаю, что некоторые управляющие компании начали, особенно те, которые там на вершине списка козырять на собраниях, ведь все равно мы понимаем, что рынок еще не устоялся, нет такого, что там вот эти дома одних, эти других, дома переходят от одной к другой там по разным причинам. И кто-то это уже использует. Мой дом, небезызвестная компания о двух названиях постоянно перекидывает мой дом с одного юрлица на другое юрлицо. Поэтому вот достаточно часто бывает, когда звонишь, ну, управляющая компания Ленинского района, уже будем называть вещи своими именами, и то, что называется УК Ленинского района, если не тупые. Да, да, да. То есть периодически дом появляется на сайте, исчезает с сайта, появляется, исчезает, то есть они, видимо, гоняют его между двумя. Нет, такого-то быть не может, потому что если они в ваш дом переголосовали со старой на новую, то он на новые числится. Здесь у них там есть, есть, конечно, и трудности, и хитрости, но более-менее там ситуация понятная, и там более стабильно, поверьте, более стабильно, чем в некоторых других маленьких управленческих компаний. В плане там какого-то обслуживания я тут, фу, пока не жалуюсь. То есть вот единственный вот этот вот момент. Пара минут осталось. Еще мне хотелось бы такой момент поднять. Вот горячая линия у вас проходит, куда люди могут пожаловаться на проблемы в сфере ЖКХ. Капитальный ремонт, он сейчас вот в общем числе вот этих вот всех жалоб, какой сильный ли вот удельный вес вот именно жалоб на капитальный ремонт, он оттянул голоса там с других проблем или просто стало больше жалоб за счет конкретно капитального ремонта? Или люди там перестали жаловаться на отсутствие горячей воды, черт с ней, что называется, но переключились на капремонт? Скорее появился новый ручеек. Вообще за последние пару лет мы видим, что жители достаточно активно начинают... Хотя бы жаловаться. Хотя бы жаловаться. И если уж на то пошло в тему пользуясь случаем, прямо сейчас горячая линия по работам капитального ремонта проходит у прокуратуры. То есть мы эту информацию тоже у себя дополнительно разместили, поэтому... Ну вот кому интересно, вот прямо сейчас именно прокуратура собирает такую информацию. Можно позвонить и... Да, да. Если у вас какие-то беспокойства есть. Но еще раз, вот мы считаем, что вся... Подводя итог, мы ходим не только для того, чтобы ткнуть в отдельно взятый недостаток, а пытаемся понять системные проблемы и как-то их... Понятие их решения. Где-то с помощью изменения законодательства такое тоже было, мы вносили изменения в закон. Где-то с точки зрения изменения конкурсных процедур, где-то путем просто отлаживания методики контроля за этими работами. Это было особое мнение Сергея Улитина, руководителя Центра общественного контроля ЖКХ при Общественной палате Кировской области. Спасибо вам за эфир. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM.